Кредитная игла. Она еще существует. Я пытаюсь вам рассказать, что жить в кредит надо только если вас выкрутила судьба. Ну то есть в кредит во всем мире что покупается? В кредит покупаются машины, ну для этого есть специальный транспортный кредит. Ну и ипотека, естественно. Тут сложно сразу полтора ляма где-то вытащить. Все остальное покупать в кредит это не совсем разумно. Ну предвидя ближайшие, так скажем, перетрубации экономики. Тем более в кредит сейчас не разумно покупать компьютеры. Когда их можно просто собрать? Где их можно собрать? Да вот здесь, в фирме Дальта Информа. Поймите, это не рекламный сюжет и вы не услышите слово широчайший ассортимент. Ассортимент товаров связанных с компьютерами должен быть достаточным и разумным. Но ни того ни другого в большинстве торговых центров вы не найдете. Если вам необходим правильный и нужный компьютер, то грамотнее его собрать по частям. А дешевле привезти все на заказ. Но информация эта пока еще не понятна многим. Мало того, надо понимать, что рано или поздно, но может случиться ситуация, когда гарантия уже давно кончилась. А комплектующих, ремонтных того уровня в сетевиках, просто нет. И тогда... Вы поняли, что такое беда, да? Когда падает компьютер? Нет. Не беда теперь? Я уже купил новый. А где купили новый? В этом, в Альдорадо. А этот просто сдаете, да, здесь? Да. То есть есть возможность реально скачать информацию и получить еще деньги? Да. Есть такое. Надеемся. А вот там, где вы купили новый компьютер, есть возможность сдать старый? Нет, по-моему, нет. Немножко вот такая подковырочка есть, да? Есть такое. Вы были в этом большом сетевом магазине. Есть ли там, допустим, ну вот вы посмотрели наверняка, то есть процессоры в таком количестве, бушные вещи в таком количестве, клавиатуры в таком количестве? Нет. Нет там такого. То есть все равно, как бы, старые добрые компьютерные магазины, созданные руками магнитогорцев, они ролят? Да. А компьютеры где вы сейчас ремонтируете? В компьютерах. Бывает своими силами. Бывает. Обращаемся к коллегам. То есть коллеги с Дельта-Информ, это, по-моему, последняя инстанция и первая иногда получается. Ну, получается, что единственное, кто работает поблизости. Сетевики заточены под большой объем продаваемой продукции. Стиральные машины, духовые. Под компьютеры они не заточены. У них, ну, есть небольшой ассортимент. Так ли это? Конечно. То есть у них, наоборот, вы правильно сказали, все поставлено. То есть высокий оборот. Соответственно, компьютер у них продается так же, как готовый элемент, как тумбочка, там, как шифонер. То есть они не могут его перебрать. Они не имеют просто права его перебрать от производителя, соответственно. То есть если вы пришли туда и говорите, мне нужна более мощная карточка, да, или добавьте мне память, или уберите мне память, мне это столько не надо. Или изменить, так сказать, емкость винта. Это невозможно. Это им не под силой, им запрещено, чтобы попадать. Вот. Поэтому это, как бы, скажем, не совсем профессиональный подход к этому. Это просто торговля готовым объектом. Вот. Так можно продавать что угодно, по большому счету. Как вы правильно сказали, стиральные машинки, холодильники, компьютеры, там, не знаю, фены и прочее. У вас немножко другой подход. Мы попробовали залезть в интернет. Дело в том, что я, по сути, в интернете. Каждый нормальный человек сейчас в интернете пасется. И, честно говоря, ну то, что российский интернет – это ничто. Да, можно заказать из Америки, eBay, пожалуйста, Amazon. Но большого количества комплектующих я не видел. То есть монитор можно заказать, колонки можно заказать. А вот винчестер отдельно не получается заказать. Мало того, мы знаем, допустим, что у нас… Да почему, допустим, заказывал я и усилитель с Америки, приехал, да, вопросов нет. Только удуранили. Ну ладно, он еще работает. То есть почта у нас еще не совсем хорошо работает. Есть ли у нас возможность у вас что-нибудь заказать? Да, мы специализируемся, наоборот, на этом. Потому что ассортимент, который, так сказать, можно держать на витрине, ну, в силу понятных причин, не может быть равен ассортименту, который, как бы, представлен на заказных схемах. То есть много поставщиков. У каждого поставщика очень широкий выбор. Соответственно, так сказать, суммируя все это, мы можем дать очень гибкую привязку, так сказать, под конкретный запрос, так сказать, покупателя. Кроме того, покупателю мы еще, так сказать, предоставляем в случае заказа по 100% покупателю, предлагаем ему еще скидку денежную, да, 3%. Вот. В связи с этим, получается, он очень может гибко настроить то, что ему надо получить, и еще, как бы, скинуться по цене чуть-чуть. Но у вас в ассортименте есть такие вещи, например, как игровые мыши? Конечно. Мы стараемся держать ассортимент, в общем-то, более-менее полноценный, потому что к нам приходят разные слои, так сказать, пользователей. Профессионалы, так сказать, геймеры, как бы, начинающие, так сказать, пользователи просто домашние. В связи с этим мы стараемся ассортимент держать, так сказать, более-менее широкий, но неглубокий, соответственно. То есть, к примеру, игровая мышь, ну, одна-две, да, то есть, там, процессоры, ну, там, 5-10, да. Когда, скажем, человеку нужно что-то, чего нет, тут вступает в силу заказная схема, и без проблем распахивается ворота, так сказать, выбор увеличивается в разы. Ну, теперь про выбор. Мы зададим пока вопросик. Вот сколько сейчас в наличии у вас игровых мышек? Достаточно для того, чтобы, ну, по человеку хватило. То есть, есть разные варианты бюджетные, офисные от 80 рублей, заканчивая, там, серией игровыми, там, X7 и этим, ну. А сколько вы можете мыши привести? Вот мы сейчас вам зададим вопрос. Пока мы общаемся, поищите, пожалуйста. Ну, чтобы людей-то удивить. И продолжим мы общение, ну, все-таки на нашу любимую тему, индивидуальной комплектации компьютера для бухгалтера, для обычного персонального юзера, который, ну, хочет что-то собрать дешевое, чтобы оно было функционально. Мы, как бы, мы предлагаем очень, опять-таки, гибкие схемы для, так сказать, выполнения желаний покупателя. То есть, мы можем собрать из новых комплектующих, мы можем собрать из БУ комплектующих, мы можем собрать комбинированные новые плюс БУ, да, когда нужны какие-то нестандартные схемы. Поэтому все, в конечном счете, в запросе пользователя. Когда он, то есть, приходит пользователь, он формулирует задачу. Либо у нее пытается узнать задачу. Что он будет делать? Он будет играть, или он будет, там, скажем, просто в фильм посмотрели, как вот вы говорите, просто в интернете, так сказать, спокойно полазить. Домашняя машинка дешевая, да. То есть, из этих соображений, как бы, мы формируем тот минимальный набор, так сказать, который его удовлетворяет, чтобы, так сказать, не выводить клиента на лишние затраты. Вот. Это оптимальное вложение денег. Вот в этом, я считаю, и профессионализм. Как бы, как продавца, в общем-то, ну, так и руководителя, который старается все это настроить, чтобы, как бы, не было ненужных отклонений. Мы общались, у нас принтер выдал. Ну, листик, сколько мышей и какие ему? Вот, скажем, бегло, да, просто сделали подборку, я просил, вот, в начале, да, 550 позиций мышей. Ну, я думаю, это хватит, ну, уже под различные, как бы, взгляды, да. Кроме всего прочего, исходя, если вы, как бы, заговорили за, как бы, геймерные мышки, да, то вот, я смотрю, тут идет ценовая политика от 1700, да, до 8000. То есть, это уже, как бы, вот, здесь еще есть распечатка, да, ну, вот, если вот увидеть, да, это вот мышки за 8000, посмотрите, абсолютная эргономика, настройка, как бы, на руку, это она растягивается в горизонталь, растягивается в вертикаль, подкладка под палец, грузы, там, подкладки для скольжения, то есть, кнопки, так сказать, дополнительные для завешивания функций. То есть, ну, понятно, это профессионально, ее держать в наличии смысла нет. Но если она человеку нужна, какой выход? Заказная схема. Ну, это мы про тех, кто свистит по компьютерам. Сейчас профессиональный свист, это планшетники. Да, удобно, да, красиво, но, по-моему, это не сильно надежно. И поэтому, вряд ли, наверное, умрет модульная схема. Да нет, то есть, у них просто разная ниша у каждого, так сказать, своя. Заменить настольный компьютер планшетником, в общем-то, невозможно. Так же, как, ну, ручной швединой машинкой, так сказать, профессиональную машинку, там, с различными функциями. То есть, у планшетника задача, чтобы он был в дороге, да, то есть, на коленках его открыл, пощелкал, понажимал. Ну, естественно, вы на нем не сможете, я уж молчу о том, чтобы поиграть, да, то есть, как бы, толково. Но, скажем, даже, как бы, решить полноценно функции, там, открыть тот же самый Excel, как бы, и попытайтесь на нем набрать какие-то функции или что-то подобное. То есть, вы уже, так сказать, покроетесь потом, и, так сказать, вам захочется сказать что-нибудь не цивильное. В свое время я был очень таким активным поклонником игр. Что такое сегодня игры? Это что-то с чем-то. Оказывается. Вот сюда, направо. Давненько надо выводить. Ай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. В общем-то, как выйти-то, ее красоты? Вот, выйти в меню, сейчас. Да, хочу выйти, мечтаю, когда выйти. Я в интернет вообще хочу. Да, вот, выход, пожалуйста. Естественно. Так нормально, да, поиграли? В общем, двойка. Вас играми удивить, да? Или одноклассниками? А, ну давайте посмотрим. Еще вот так вот. Сейчас я себя увижу. Так. Что еще? Ну, давайте вот еще что-нибудь посмотрим. Новости последние. Все, пожалуйста. Ничего, так машинка летает, да? И по интернету лазит хорошо. Но о том, что она справится с любым бухгалтерией, это за 3 секунды ровно. Так вот, это бушная машина, собранная в Дельта-Информ. Вместе с монитором она стоит 6 тысяч небольшим. То есть, вот эта возможность в фирме Дельта-Информ появилась. Брать технику БУ недорогую. Это для тех, кто сильно-сильно кроет. Ну, а для тех, кто заигрался, и для кого что-то нужно новое, вы свою прежнюю машинку сюда можете принести. И она еще послужит, а вам денежки вернут. Поэтому задайте себе два вопроса. Первый. Для чего вам нужен компьютер? И второй. Сколько вы готовы сейчас за него заплатить? И с большой вероятностью в Дельта-Информ соберут вам или привезут то, за что в других местах вы заплатите больше. И наверняка такого сразу не будет вообще. Да потому что здесь работают специалисты с руками и головой. В общем, самое главное дело – это голова. Она мне позволила раскрутиться и стать слегка популярной. При этом, зная все свои недостатки – лысый, толстый и сам умный. Мало того, иногда получается совместить приятность с полезным. То есть и поснимать, и поиграть. Немножко подтормаживают, потому что новая игра. Абсолютно новая игра. Ей три дня всего после выхода ее уже, так скажем, опробовали. Купили, естественно, лицензионную версию. За определенное количество денег. Как так быстро машина летала? Да потому что она круче, чем мои, домашние. И что в ней есть? В ней есть гигабайтовская материнская плата. Pentium процессор 4, 3,6 МГц. И все те примочки, которые позволяют компьютеру вообще работать. При этом цена вопроса. Вы видели, 6 тысяч с небольшим. Это с монитором. Теперь вы понимаете, что в Delta Inform работают такие специалисты, которые могут все это дело собрать. Легко. То есть если вы последний кроила, и для вас здесь делают компьютеры. При этом вы деньги-то реально сэкономите. Но если вы самый продвинутый и самый умный, который любит, экономя, покупать новый, то вы закажете все это дело, и вам через 7 дней придет ваша ненаглядная навороченная машина. Если вы думаете, что дешевле будет проехаться по всем точкам города, то такого не получится. Дело в том, что и время в пробках потеряете, и не факт, что там все это есть. А тут привезут. Продолжение следует.